Представься, пожалуйста, и расскажи, как ты сдала Игорь. Йоу! Меня зовут Катя, и я готовилась у Ильи Васильевича к математике и физике. К математике два года и физике один год. Я написала математику на 78, а физику на 66 баллов. На самом деле, когда я увидела результаты по математике, я была безумно рада. Это не такое большое количество баллов, которыми можно было бы хвастаться, но я рада этим баллам в первую очередь, потому что я поборола свою невнимательность. Все те задания, которые я написала и которые выполнены правильно, я написала хорошо. А те, которые неверны, написаны мною неверно от незнания, либо от неопытности. Хотя у меня очень часто были грешки с невнимательностью. По физике у меня такое довольно низкое все-таки количество баллов. В первую очередь от моей лени, потому что под конец года я стала меньше уделять этому предмету времени. И на самом деле я была готова к таким результатам. Я писала пробники на такое количество баллов, но я не то чтобы разочарована. Это то, чего я ожидала. Совпали ли задания на ЕГЭ с теми, которые мы прорешивали во время подготовки? Да, очень многие совпали с шариком из второй части. Еще задание было с отрывом от поверхности, но у меня уже не было времени, я не успела даже приступить к этому заданию. Первая часть, она вся довольно похожая. Я даже не могу назвать какие-то конкретные. Что не хватило, чтобы получить более высокий балл? По математике мне не хватило тупо времени. Я могла бы подготовиться, условно говоря, к каким-нибудь параметрам и написать на более большое количество баллов. Но я решила заострить свое внимание на отработке того материала, который мне известен. И чтобы прийти и написать на все 100%. Что я считаю, я и сделала. По физике мне не хватило... Я забыла слово. Силы воли, чтобы продолжить готовиться. Ну, мне тупо не хватило сил. Брала с собой шпаргалки? Да, конечно. Но они мне средние пригодились. Я один раз подглянула одну формулу. А, да, совет один. Когда ты приходишь на ЕГЭ и вас запускают в аудиторию, есть огромный промежуток времени между началом, собственно, ЕГЭ и когда вас запустили туда. Вы просто тупо сидите. Пока я сидела, я писала формулы. Все формулы. И на математике, и на физике. Все те, которые знала, записывала. И потом ими активно пользовалась. Как проходила твоя подготовка? Для меня подготовка проходила безупречно. Мне очень нравились занятия. Очные особенно. Онлайн, конечно, с чашкой чая и печеньками удобно, но не так продуктивно. Вот. Очень хорошая атмосфера, теплая, спокойная. Ребята приятные. И учитель тоже очень приятный. Все объясняет. Все очень понятно. Как найти мотивацию тем, кто готовится онлайн? Дай какой-нибудь совет. Нужно понимать, зачем ты здесь находишься. Зачем ты вообще сидишь и слушаешь это. К чему ты идешь. Ты же все-таки, наверное, планируешь поступать куда-то. Как? Ты относишься к Иго? Скажем так. Я рада, что это закончилось. Мне кажется, что это не очень правильно. Это система, которая заставляет тебя, ну, впихнуть себя в какие-то определенные рамки. Убивает всякое творчество. Любовь к этому предмету, потому что тебе надо это отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Это немного надоедает и превращается в рутину. Какие у тебя планы на будущее? Я планирую поступить в ВУЗ на бюджет. Все. А дальше как пойдет? Мне хотелось бы, на самом деле, поступить в СПБ ГАСУ на строительство и пойти работать по специальности, потому что мне это, ну, кажется, интересным участвовать во всем этом. Я не вижу смысла от того, что ты получаешь образование зачем-то и не идешь по специальности. Я иду в ВУЗ не для того, чтобы потом пойти работать по специальности. Мне очень хочется надеяться, что мне это все понравится и реально затянет. Потому что сейчас, не зная все эти тонкости, мне это кажется безумно интересным. Как ты готовилась к ЕГЭ в школе? У меня самые лучшие результаты в классе. Математический класс. Физика. Мы готовились ужасно. Учителя определенно не хватало опыта, чтобы правильно подать предмет, рассказать все это интересно и понятно. По математике было плюс-минус хорошо. Мы регулярно два раза в неделю писали пробники. И на протяжении полугода. Это очень тоже помогло в закреплении и отрабатывании первой части. Сколько времени ты уделяла подготовке к ЕГЭ? Ну, я даже не задумывалась. Просто надо сейчас сделать математику. Сейчас будет математика. Но занятия, день, когда у нас было просто занятие по математике и закреп, это, конечно, нечто. Четыре часа математики. Но это тоже дало свои плоды. Я стала более выносливой. И с пробников с ЕГЭ вышла с чистой головой. Я была готова еще что-нибудь делать. Я до конца мыслила, у меня не горело.